Мамочки! Поселок Красный расположен на берегах реки Мечеть, что протекает на юге Бобровского района. Почему поселок получил название Красный? В основе зарождения поселка лежит старинный колодец, который существовал вплоть до нашего времени. Предания жителей села гласят, что вода в нем была целебной, и всякий, кто искил воды из колодца, становился здоровым и свободным от дурных помыслов. Коренные жители поселка помнят по рассказам бабушек и прабабушек о том, что около колодца стоял красный крест и кружка, в которую каждый желающий мог положить монеты. Почему крест был красный, спросите вы? Медный он был, и велика была сила воды из этого колодца. Лишь в 2010 году было найдено местонахождение святого источника и проведены работы по его восстановлению. По территории Воронежской области уже в XIV веке шел оживленный торговый путь. На Хапре, Вороня, Битюге обнаружены следы русских поселений, а рядом стоянки кочевников, хазар и половцев. Где-то в этих местах проходили северные границы Золотой Орды. Многие археологические раскопки подтверждают одновременное присутствие русского человека и кочевников. В XIV веке на месте поселка Красный было монгольское поселение, строение которого монголы возвели из красного кирпича. У западной окраины поселка был построен мавзолей в честь похороненных здесь знатной монголки. Первое упоминание о мечетях татарских сделал Иван Иванович Жолобов в 1865 году. Вот как исследователи описывают увиденное. Повыше того броду с левой стороны Сногайской степи пришла и впала в битюх река мечеть, а лесов по ней нет. А вверху той речки на левой стороне стоит татарская мечеть Каменная. От того броду до мечети по сказке того же Воронежца Ивана Дрожжигина версты 4. А под осмотрю той мечеть стоит на степь в вышину Сажени с 4, а около той мечети Сажен с 10. Позже в 1902 году ученый Воронежской архивной комиссии Михаил Трунов увидел два холма, представлявшие собой разваленных кирпичных зданий. Только в 1948 году научный сотрудник Государственного исторического музея Варвара Павловна Левашова провела раскопки на большем из холмов. В результате раскопок стало ясно, что в этом месте располагался мусульманский мавзолей мечеть. Кирпичные стены здания были облицованы цветными изразцами. Под кирпичным полом оказалось несколько могил в кирпичных склепах. Левашова справедливо считала, что конструкция склепов, положение и ориентировка погребенных, отсутствие погребального инвентаря характерны для мусульман. Об этом свидетельствует и находка свердоликового амулета с изречением из Корана. Полустертая арабская надпись изречения из Корана гласила «Во имя Аллаха, справедливого, милостивого». Ровно через 40 лет памятник снова исследовался экспедицией Воронежского университета. Было заложено два разведочных шурфа на территории меньшего мавзолея, в которых обнаружились изразцы и участки кладки. Работы продолжались только лишь спустя 13 лет, в 2002 году, под руководством доцента кафедры археологии и истории Древнего мира ВГУ Михаила Владимировича Цибина. Почти месяц в селе Красном велись раскопки. Для раскопок был выбран свободный от кладбища холм, который уже был слабо виден на местности. Лишь по частично сохранившемуся фундаменту удалось установить, что этот мавзолей мечеть имел размеры 21 на 10,5 метров. Поселок Красный самый молодой в районе. Расположен он на юго-востоке района, на левом берегу реки мечеть. С приходом советской власти на месте современного поселка Красный было образовано три хутора. В наше время эти хуторы стали улицами поселка Красный и получили название Малышовка-Улица, Заречная, Кутеповка-Нагорная. Красный разделился на улицу Центральную и Молодежную. В трех километрах от Красного расположены мелкие населенные пункты. Советский поселок, Морозовка, Филатовка, которые после 1917 года стали входить в административное ведение Мечетского сельского совета. В период массовой коллективизации, они в том числе и поселок Красный, Малышовка, Утеповка и старое хуторище были объединены в колхоз Ильич. На 1 февраля 1933 года в колхозе было 240 хозяйств, числилось 1013 человек. Первым председателем колхоза был Василий Иванович Липунов. В 1950 году происходит укрупнение колхозов. Колхозы Ильича имени Калинина, Победа, 1 мая объединились, образовав новый колхоз имени Калинина. В 1960 году Хриновской район был ликвидирован, а его территория вошла в состав Бобровского. В 1962 году к колхозу имени Калинина присоединился колхоз имени Кульбышева, Павловского сельского совета. Этот колхоз просуществовал вплоть до 1992 года. В 1990-е годы стали для поселка Переломными. Благодаря председателю Попову Юрию Алексеевичу, его умению жить в рыночном мире, колхоз имени Калинина из остающих стал передовым. По надою колхоз занимал первое место в районе. Колхоз имени Калинина был реорганизован в 1992 году, в ТО «Октябрьская». В 1998 году преобразован СХ «Взлет». Однако все эти преобразования не смогли удержать хозяйство от распада. И в 2005 году оно было объявлено банкротом. На его базе было создано открытое акционерное общество «Рябина», которое просуществовало также недолго. В настоящее время проблема чистой воды является для жителей поселка Красный очень актуальной. Водонапорная башня в поселке старая, требует ремонта и очень часто ломается. На территории поселка Красный осталось очень мало колодцев, в которых есть пригодная для питья вода. Поэтому население вынуждено все более часто обращаться к родникам, которые являются источником чистой воды. Охрана родников имеет большое значение для населения поселка. Педагогический коллектив школы ведет активную работу по благоустройству родников. Силами учащихся школы и учителей были проведены работы по восстановлению родников, расположенных на территории поселка Красный. Марин родник, родник Сергей Иванович, чистый родник. При благоустройстве родников были обозначены места выхода воды, расчищены места вокруг родников, чтобы дать воде сток. Поселок Красный – один из многонациональных поселков в Бобровском районе. В 1989 году в поселок на постоянное место жительства приехало 50 семей турок-месхитинцев. Всем им было предоставлено жилье на новой улице, строительство которой было начато в 1987 году. Спустя какое-то время 20 семей уехало. Семьи, которые полюбили новую землю, достойно живут и трудятся на ней. На окраине поселка Красный есть замечательное место, название которого Марьин пруд. Панова Мария Афанасьевна – жительница поселка Красный. Красавица, пивунья, человек с нелегкой судьбой. Рано вдовев, она одна вырастила трех дочерей в нелегкие военные годы. Дом Марии Афанасьевны стоял на краю поселка. Так и повелось называть этот пруд Марьином. Продолжение следует...